Всем привет, с вами Артём, и в этом видео я хотел бы рассказать о том, где купить оригинальные часы от известных брендов по довольно неплохой цене. В связи с уходами многих брендов из России, а также с санкциями, это сделать всё труднее, и приходится искать пути решения, где же это всё можно заказать. Несколько человек мне прислали ссылку на магазин с Джума, где продавец под названием Creation Watches продаёт огромное количество, просто бесконечно много различных часов, и меня это немножко заинтересовало, и я решил проверить, что же это, и вообще откуда идут корни. В общем, это магазин из Сингапура, который раньше торговал на своём сайте, который также назывался Creation Watches, но, видимо, с учётом санкций, либо ещё чего-то, просто он перестал отправлять посылки в Россию, и поэтому они переместились на Джум, и теперь Джума продают все товары, в принципе, с доставкой в Россию никаких проблем не возникает. Для примера я заказал G-Shock'и, посмотрим, не, уже посылка пришла, как вы поняли, сейчас мы перейдём, посмотрим, как это всё приходит, и оригинал или нет, ну, а также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, это очень приятно, все нужные ссылки есть в описании, как на эти часы, так и на магазин, переходите, смотрите, ну и погнали на стол, посмотрим, как же нам приходит посылка. Но наши часы приезжают вот в такой небольшой коробке, доставка до Нижнего Новгорода заняла аж 41 день, да, долго, но, тем не менее, она приехала. Продавец указал стоимость в 104 доллара, если переводить в рубли, то плюс-минус столько и было, 6300 рублей я заплатил за эти часы, сейчас чуть подороже, по ссылке в описании можете перейти, посмотреть, сколько они стоят. С учётом промокода на Джуме, там на 10 или 11 процентов выйдет плюс-минус, наверное, тысяч 7, опять же, не знаю, какой курс, и распродажи уже все основные закончились, но эта цена тоже неплохая, потому что на Яндекс.Маркете точно такие же стоят 12 тысяч, если взять Авито, то поюзанные порядка 8-9, новые также 10-11, но в целом надо посмотреть, что же нам придёт в коробке. Главное сейчас скрыть посылку, специально не обрезая, потому что я знаю, есть люди, которые любят, как открываются посылки, и вот, вот она заветная коробочка, на которой написано G-Shock, и давайте же посмотрим всё со всех сторон, у нас есть всякие штрих-коды, но самое главное, нас ждёт внутри. А внутри нас встречает макулатура, куда же без неё, у нас гарантийная карта от 22 октября 2022 года, также мануал по использованию самих часов, и опять какой-то International Guard Card, в общем, всё похоже на оригинал. Давайте посмотрим, что у нас в металлической... Да-да, в металлической коробке, потому что там ждёт нас самое основное. Ну, конечно же, куда без защиты, всякий поролончик, и всё это мы достанем, и нас встречают сами часы. Тоже они в пакетике, чтобы доехали для безопасности. Ну и, кстати, коробка не помята, если в подарок брать, то вообще будет супер. Так, у нас тут всякие бирки ещё. Так. Ну и сами часы. Давайте я сейчас приближу, чтобы вы тоже оценили всё это, и как это выглядит из новья из упаковки. Ну и, насколько я вижу, всё более чем приятно, и никаких сколов, никаких царапин, на первый взгляд, не выявлено. Бирочка тоже дублируется со штрих-кодом, с названием модели. Это G-Shock GA-2200M. Я, честно скажу, не сильно шарю во всех этих моделях, но взял чисто из-за внешнего вида, мне они понравились. Ну и обратная сторона тоже неплохо выглядит. Прошло несколько дней, и в целом я могу рассказать о часах чуть подробнее и высказать своё личное мнение. Почитав форумы и сайты, сравнив часы по многим параметрам, можно сказать, что это оригинал. Я не профессиональный обзорщик часов, и всех фишек, возможно, не выкупаю, делаю это видео как взгляд обычного пользователя. По функционалу всё более чем понятно. На стрелках мы видим время, на экранчике у 9 часов есть секунды, а на экранчике у 3 часов дополнительные функции, такие как мировое время, день недели, секундомер и таймер. К часам я отношусь как к часам, поэтому в повседневной жизни проще таймер, секундомер или будильник установить на телефоне, а на часах держать включённым день недели. Всего имеется 5 кнопок. Две слева — это регулировка и режим, две справа — старт и перезагрузка, а также кнопка подсветки впереди. Всё нажимается без проблем. На обратной стороне красуется надпись Carbon Core Guard. Со слов производителя, это надёжная защита от внешних воздействий, модуль часов защищает лёгкий, их сверхпрочный полимерный корпус с углеродным армированием, а циферблат покрыт прочным, закалённым минеральным стеклом. Думаю, если бережно относиться к часам, то визуально прослужат они долго. Но от батареи обещают 3 года работы. Часы не относятся к огромному, и вес у них всего 57 грамм. К примеру, Apple Watchи весят 70. А данной модели не устает рука, и носить целый день их комфортно. Ну и в целом, подводя итог, часы понравились, и в первую очередь визуалом. Думаю, что выбор таких часов не зависит, есть ли там таймер или секундомер, или нет. Главное — это внешняя привлекательность, хотя это тоже субъективное мнение. Напишите в комментариях, нравится ли вам эти часы, будет интересно почитать. Ну, а у продавца есть много других моделей, и других брендов, и цены тоже приятные. Вот такой видеоролик у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Вы не забудете поставить лайк, подписаться на канал. Еще раз повторюсь, что все нужные ссылки есть в описании. С наступающим Новым Годом! Он уже близко, поэтому не забывайте поздравлять родных, звоните мамам, бабушкам. Ну, а с вами был Артем. Всем удачи, всем пока. До скорого как-нибудь. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok